Этот океан из солнечных панелей в индийском штате Гуджарат – только часть гигантской электростанции, преобразующей солнечную радиацию в электричество. Снабжать им местных жителей она начала в 2011 году. Теперь это благо цивилизации добралось до самых отдалённых деревень. «Благодаря электричеству работает вентилятор. Жарко, но пока электроэнергия есть, детям намного легче». Солнечная электростанция бесперебойно обеспечивает энергией штат Гуджарат и при этом ещё вырабатывает излишки. Их она продаёт национальной электросети. «Мы взяли на себя инициативу дать зелёный свет реформам в электроэнергетике и достигли успеха. Мы получаем электричество с избытком. И мы единственный штат, который поставляет его 24 часа в сутки». Власти Индии стремятся сократить зависимость от электроэнергии, получаемой от ископаемого топлива. В их планах развивать альтернативную энергетику. Она поможет обеспечить электричеством 280 миллионов человек, которые пока обходятся без него. «В будущем запасы обычного топлива очень быстро иссякнут, и стоимость на него будет расти. В то же время цена на энергию солнечных электростанций пойдёт вниз». Однако правительство возлагает надежды на возобновляемую энергетику не только ради экономии средств. Её развитие поможет сократить вредные выбросы в атмосферу. В конце ноября в Париже начнётся саммит ООН по климату. Представители почти 200 стран должны будут принять новые обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы остановить глобальное потепление. Индия планирует 40% всего электричества вырабатывать с помощью солнечных электростанций. Это поможет ей уменьшить уровень вредных выбросов на 35% к 2030 году по сравнению с 2005.